Жители дома 4 по улице Советская города Каспийска обратились в администрацию города и управление ЖКХ с просьбой помочь в решении проблемы с подачей горячей воды. Как рассказывают жильцы, в домах с начала августа отсутствует горячая вода из-за поломки бойлера. В связи с этим они обращались в управляющую компанию, которая обслуживает их дом, но безэжитатно. Мы обратились в госжилинспекцию, в ГЖИ. Оттуда пришел ответ о том, что для нас теплообменники закуплены и за счет управляющей компании они будут заменены без дополнительных сборов. Время шло, прошло ровно два месяца. Мы за это время написали еще письма в городадминистрацию, в капремонт, в госжилинспекцию. И ждали, пока нам заменят. А ответ из ГЖИ пришел, что теплообменники закуплены и до 2 октября они будут установлены. По неизвестным причинам теплообменники не были заменены, из-за чего жителям двора пришлось обратиться в администрацию города. 3 октября по данному вопросу на место была отправлена комиссия в лице главного специалиста управления ЖКХ города Каспийска. Арсена Шахбанова, главного инженера управляющей компании «Оазис», которая обслуживает двор, и специалиста инспектора ГЖИ по городу Каспийску ГЖИ Абакарова. Они, в свою очередь, проинспектировали дворовую территорию и выдвинули соответствующие решения, что в ближайшее время бойлер будет заменен на другой. А в 2025 году при капитальном ремонте дома вовсе будет установлен новый. Также в рамках этой проверки управляющей компании будет выдано подписание устранением срока в его исполнении. Если управляющая компания установленный срок не исполнит подписание по тем или иным причинам, где будет с вами согласовано, то она также будет нести административную ответственность. В дальнейшем, если управляющая компания все эти нарушения не устранит, мы уже в судебном порядке направим на принудительное исполнение. В ходе проверки были выявлены и другие нарушения, допущенные управляющей компанией, которые в незамедлительном порядке нуждаются в устранении. Были разные и другие вопросы касаемо сливов, касаемо вытяжек дома, касаемо состояния самого дома, касаемо состояния подвала. Там есть очень много вопросов, которые, опять-таки, на словах сказали, что будут решать постепенно. Но будет ли это решено, покажет время. Управляющая компания «Оазис» в свою очередь признает ошибку, но не дает конкретных ответов по всем вопросам жителей, касаемо двора, заявляют каспичане. По словам представителей управляющей компании, проблема заключается в том, что фонд капитального ремонта не мог заменить бойлер в трачайшие сроки, так как требовалась колоссальная работа. В течение долгого времени это происходит, они не могут так быстро его заменить. Своими силами, естественно, ремонт был невозможен, он уже был порванный. Нужно было заменить его целиком, то есть текущий ремонт не был возможным. Тут есть недоделки по поводу окон, то есть недоделали, как они объясняют, еще фонд капремонта. Двух подъездов поменяли, двух остались. Есть вопросы по ливневке дождевой. Тут тоже, в принципе, надо будет разобраться нам с фондом капитального ремонта, чья это зона ответственности. И пару мелких наших нарушений тоже есть. Их нам тоже указали и выписали административные права. На сегодняшний день бойлер уже заменен и к жителям поступила горячая вода. По словам управляющей компании «Оазис», они намерены поддерживать связь с жителями и решать оставшиеся проблемы.